Вопрос. Знали ли вы, что древние египтяне верили, что на безымянном пальце есть вена, которая идет прямо в сердце? В это верили тысячи лет, поэтому обручальное кольцо носят на безымянном пальце. А знали, что английские монархи надевали специальное кольцо для коронации, чтобы показать, что они всей душой принадлежат стране? Давайте начнем, пожалуй, с самых популярных металлов, из которых делают кольца. Первый в списке – желтое золото. Есть и другие цвета у этого металла, но желтый цвет – это естественный цвет золота. И, пожалуй, один из самых используемых в ювелирке. Мы можем вести дебаты, почему золото до сих пор ценное. И если вы хотите развести полемику в комментариях, я был бы не против. Но давайте взглянем на плавкость, функциональность и простоту в использовании, то золото – отличный металл, учитывая его возможности. С ним легко работать, оно хорошо поддается плавкам. И так сложилось, что мы его проще всего распознаем. Так что золото никуда не исчезнет. И это отличное начало, если вы только думаете о покупке кольца. Будь это обручальное кольцо, статусное кольцо или классовое кольцо. Что такое розовое золото? Вы можете услышать такой термин. Это такое красноватое золото. И оно становится таким, потому что в нем есть медь. В сплав добавляют частицы меди. Да, это не будет чистое золото, но частицы меди меняют состав и делают металл более прочным. К нему еще добавляют серебро и другие металлы, чтобы выдержать свет. Так что это золото будет более красное и, на мой взгляд, довольно красивое сочетание. Что же такое белое золото? Это вообще золото? Да, это золото, в котором есть примеси палладия и родия, что придает ему приятный серебристый оттенок. В последние 30 лет белое золото стало очень популярным, особенно среди мужчин, потому что они хотят изделия серебряного цвета, но не серебро, а более высокого уровня, потому что белое золото стало популярным. Некоторым парням больше нравится серебро, которое лучше сочетается с их холодными оттенками. Следующий материал, о котором хотелось бы рассказать, это вольфрам. Мужчинам нравится вольфрам. Почему? Потому что он твердый и сильный. В этом есть и некоторые недостатки. С ним трудно работать, поэтому если кольцо уже сделано, то его, скорее всего, не получится исправить и изменить размер. Это, пожалуй, самый твердый металл, который можно раздобыть. И он, к тому же, относительно доступный, а это уже хорошо. Еще один плюс, он бывает разных цветов, и его можно миксовать с другими металлами. И людям нравится, что кольцо отлично держит свою форму и не требует большого ухода. Оно практически не царапается, так что это отличный металл для колец. Далее у нас идет, пожалуй, самый люксовый металл – платина. Многие не выбирают в пользу платины, потому что она выглядит как серебро. Возникает вопрос, стоит переплачивать? Платина стоит гораздо дороже серебра. Но потому что ты будешь знать, когда надеваешь кольцо из платины, то ты чувствуешь разницу с серебром. Платина будет раза в два тяжелее. Этот металл более плотный, поэтому ты будешь это ощущать. Но большинство людей будут смотреть и думать, может это белое золото? Ну, скорее всего, это серебро. Но ты будешь знать, что это платина. Ну а так, в целом, характеристики очень схожи. Если вы слышали о платине, то, наверное, вы слышали также о палладии. Этот металл более твердый, чем платина, и намного дешевле. Но в последнее время цена на него взлетела, поэтому я бы не стал его рекомендовать. Как бы это хороший материал, и если вы нашли украшение по хорошей цене, то вперед. Палладий твердый металл, выглядит как платина, но, на мой взгляд, не такой ценный. Далее давайте поговорим о Титане. На мой взгляд, один из лучших металлов для колец. Почему? Титан крепкий. Не такой, как Вольфрам, но намного прочнее, чем золото. И самое прикольное, это его легкий вес. Это, конечно, не для всех. Некоторые люди предпочитают более тяжелые кольца, но для многих людей, которые хотят что-то функциональное и легкое, Титан будет самое то. Далее идет Дамасская сталь. Если вы разбираетесь в оружии, то, скорее всего, знакомы с этим металлом. Он уже давно используется в оружейном производстве. Его не так часто встретишь в ювелирном деле, но все же есть компании, которые с ним работают. Зацените это кольцо. Мне нравится, как оно выглядит. И еще прикольно то, что этот металл будет крепче, чем золото, серебро или многие другие металлы. И еще один плюс, он относительно доступный. Оно также имеет привлекательный блеск и хорошую прочность. Если вам нужен уникальный металл, то это оно. Как насчет карбоновых колец? Ну, многие из них не из металла, хотя у них схожие характеристики. Отличие в том, что они используют волокна карбона в своем дизайне. Можно видеть, как они переплетаются, и это довольно красиво. Первым делом, эти кольца легкие, даже легче, чем титан. С другой стороны, они будут очень прочные и крепкие. У карбона есть много плюсов. Первое, он круто выглядит. Второе, это его цена, относительно недорого. Что не прикольного в этих кольцах? Они не очень разнообразны, примерно все одного стиля и дизайна. Теперь давайте взглянем на силиконовые кольца. Некоторые парни, наверное, сейчас скажут, нафига мне вообще силиконовое кольцо? Ну, вот почему. Может, у вас активный образ жизни или работа. Предположим, вы механик, вы работаете со станками, которые могут заживать кольцо и повредить вам руку. Поэтому у таких колец есть свое предназначение. Кстати, они недорогие, их нетрудно производить, и такие кольца подойдут активным парням, которые хотят носить кольцо, но которые бы не хотели переживать насчет того, что оно может потеряться или испортиться. Давайте обсудим различные виды колец. Кольца, на самом деле, это функциональность. Если говорить об обручальном кольце, это, пожалуй, самое распространенное кольцо. Мы все с ним знакомы. Оно есть у женщин и мужчин, они его получают во время бракосочетания, будь это в церкви или в ЗАГСе. Суть в том, что это контракт. Так оно появилось, что это был обычай объединения двух семей. Любовь, в принципе, не играла никакой роли в этом обычае. Сегодня же это дело покрыли романтикой и добавили ноты любви. Но до сих пор существуют страны, в которых запланированные браки – это довольно частое явление. Кольцо значит, что вы посвятили себя другому человеку. Также есть еще один тип обручального кольца, который не часто встречается у мужчин, а больше относится к женщинам, которое означает, что процесс женитьбы начался, и что в скором времени будет свадьба. Давайте теперь взглянем на классовые кольца. Это, пожалуй, очень интересная разновидность колец. Вы, может, знакомы с техасским A&M или Цитаделью. Может, вы – выпускник университета Южной Калифорнии, и вы хотите кольцо, которое бы говорило о том, что вы – выпускник, и принадлежите этому братству. Именно это символизирует данные кольца, что вы – часть клуба. И тот, кто был в обществе техасского A&M, знает, что они очень любят свои кольца. И это можно понять. Братские ордена. Думаю, вы слышали про масонов и их кольца. Я об этом уже упоминал ранее, есть еще и кольца печати. Их носят на мизинцы, на них обычно изображен герб. Этот герб используют для печати или для распознавания. В целом, такие кольца указывают на принадлежность. Еще один тип таких колец – это семейные кольца. Это тоже кольца, которые есть у малой группы людей, и они передаются по наследству. Это имело большое значение в прошлом, когда некоторым семьям принадлежало много власти. И такое кольцо могло использоваться как печать. Если вы знаете историю папства, то у них есть кольцо, которое носят уже 500 лет различные священники, и этим кольцом они запечатывают документы. Также есть различные арт и дизайнерские кольца. Эти кольца носят для развлечения, чтобы добавить стиля и характера рукам. Музыканты, они понимают, что когда играют на гитаре, то люди обращают внимание. И почему бы не надеть кольца в форме черепа, если это соответствует их посланию. Так что основное их предназначение – посылать сигнал людям, что вы в теме, и люди это подхватывают. Что насчет камней? В мужских кольцах камни не так часто встречаются, как в женских кольцах. Но бриллианты – это, пожалуй, самые частые камни, которые можно встретить в мужских кольцах. И это логично, потому что они были разрекламированы ювелирной индустрией и считаются очень дорогими. И они считаются как основной драгоценный камень. Что насчет пальцев и значения, которые они имеют? Господа, у меня есть для вас вот это видео, в котором я разбираюсь со значением каждого пальца. Я углубляюсь в историю и делаю детальный разбор, так что смотрите видео. Кликайте на ссылку.